Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Наринмар с деловым визитом прибыло генеральный консул Королевства Норвегии Астрид Нерум. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе работа горячей линии по коронавирусу стала еще более востребована. На короткий номер 122 обращаются до 700 человек в день. Со спецификой работы операторов колл-центра познакомился глава региона. Новые пожарные автомобили изготовили на заводе в Челябинской области специально для работы в условиях Крайнего Севера. Машина уже прибыла в Наринмар. После регистрации документов госавтоинспекции она отправится в поселок Харута. В Наринмар с деловым визитом прибыла генеральный консул Королевства Норвегии Астрид Нерум. По доброй традиции норвежского гостя встретили хлебом и солью. Фото на память с представителями ненецкого коми и русского народов, которые вместе живут и работают в нашем многонациональном регионе. Далее деловая программа. Встреча с губернатором Ненецкого автономного округа. Напомним, в 2021-2023 годах Ненецкий автономный округ – приседательствующий регион в Баренцевом региональном совете. Помимо России и Норвегии в нем участвуют Финляндия, Швеция, Дания и Исландия. Также ряд других стран имеют статус наблюдателя. За прошедшие сутки в регионе выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19. В числе заболевших – 77 жителей Наринмара и поселка Искателей. 5 жителей Красного. Также зарегистрировано 11 привозных случаев из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Республики Мариел и Нового Уренгоя, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Как сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа, Сейчас на лечении в стационаре окружной больницы находятся 40 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 682 жителя лечатся на дому. В регионе зарегистрировано 90 летальных исходов от коронавируса. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 1623 человека. Напомним, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Работают посты эпид-контроля в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязателен масочный режим, введена система QR-кодов при посещении общественных мест, и мероприятий. Действует постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. В связи с острой эпидемиологической ситуацией в регионе, работа горячей линии по коронавирусу стала еще более востребована. До 700 звонков в день поступают на короткий номер 122. Со спецификой работы операторов колл-центра познакомился губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Подробности далее. В настоящее время система работы колл-центра хорошо отлажена. Горячая линия снимает нагрузку с медицинских работников в плане оказания консультационной помощи по вопросам, связанных с ковидом. Медики, в свою очередь, занимаются своими прямыми обязанностями. Оказывают медицинскую помощь своим пациентам в поликлиниках и на дому. У нас есть голосовой помощник этой линии подключен. То есть гражданин выбирает тот, который звонит, ту функцию, которому необходимо. То есть если он хочет вызвать врача на дом, нажимается кнопочка 1. Если ему нужна консультация, рост потребного взора по режиму самоизоляции 4, ну и так далее. Если хочет поговорить с оператором, то 0. Вот то, что мы сейчас смотрели здесь, то здесь разговариваются с пациентами люди, которые подключены к кнопочке 1. То есть записывают пациента к врачу, дают им разъяснение, как обращаться в лице спорта и так далее. Всего в колл-центре работают 10 операторов. Часть из них студенты социально-гуманитарного колледжа, вызвавшиеся помочь специалистам в столь тяжелое время. Привлекаем студентов, вы уже видели, да, стажируются студенты нашего колледжа, которые тоже будут работать на горячей линии. Она действительно горячая, это не игра слов. Вот, посмотрите, какое количество вызовов. Мы просто пришли, операторы оторваться не могли. Сейчас работа в колл-центре кипит. Количество заболевших и самоизолированных Роспотребнадзором растет каждый день. Операторы горячей линии просят население не отвлекать их на вопросы не по теме. Связаться с колл-центром можно по короткому номеру телефона 122. Василий Хатанзейский, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Обеспечение сел средствами тушения. Представителям СМИ показали новую пожарную машину, которая в скором времени будет передана в Харуту. Новый пожарный автомобиль марки «Урал» был изготовлен на заводе «Приоритет» в городе Миас Челябинской области специально для работы в условиях Крайнего Севера. Машину заставили в Наринмар накануне. Она полностью комплектована всем пожарно-техническим вооружением. Это пожарная автоцессерна, емкость 6 кубов, установлен новый современный насос. Обычно на старых машинах 40 литров в секунду, здесь уже стоит 50 литров в секунду. Он и предназначен в том числе и для забора соленой воды. Также предусмотрено оборудование для тушения торфяных пожаров. Автомобиль приспособлен для суровых условий Крайнего Севера. Запускать насосы водитель может, не выходя из кабины. Цессерна обогревается как внутри, так и и задние отсеки, то есть все полностью комплектовано. Средства на приобретение новой пожарной техники были выделены из окружного бюджета в размере 7 миллионов рублей. После перерегистрации в органах госавтоинспекции машину направят в поселок Арута. На сегодняшний день в 18 населенных пунктах осуществляют свою деятельность две пожарные части и 16 отдельных постов. Добавлю, в феврале 2021 года губернатор региона Юрий Бездудный поручил разработать программу по обновлению пожарной техники в селах и провести дистанционное обучение сельских пожарных. Делегация Ненецкого округа вернулась из Амурской области, где посетила газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс, который возводится в 15 километрах от города Свободный. Инвесторы – крупнейшие российские компании «Газпром», «Сибур» и китайская «Синопек». Здесь будут производить гелий, полиэтилен, полипропилен и другие необходимые в современной жизни химические вещества. Оба проекта дадут мощный толчок развитию региона. Подробности далее. Климат в Свободном резко континентальный. Зимой до 45 градусов мороза, летом до 40 градусов жары. Редкие виды растительности и животных – плодородные буроземы, река Зея. Недалеко процветающий Китай. Несмотря на богатство края до 2015 года, город угасал. Бюджет на минусе. Молодежь уезжает, работы нет. Надежда появилась, когда на уровне правительства России было принято решение создать в Амурской области большой газохимический кластер. Не просто задарма продавать газ в соседний Китай, а наладить высокотехнологичное прибыльное производство. ГПЗ и ГХК в активной стадии строительства. Этим летом была введена первая и вторая очередь АГПЗ. И до конца текущего года будет введена третья очередь из шести. То есть на 50% завод выйдет на установленную мощность. И, соответственно, все здесь идет в графике. Также проект ГХК идет в графике. Без сбоев. Метанольный завод в стадии проектирования. Поэтому по части газового кластера все проекты идут в графике. Я надеюсь, что в 2024 году мы сможем также увидеть непосредственно результаты от этой работы. А результаты будут в том, что порядка 5000 человек будут работать на этих предприятиях. И с огромным мультипликатором, потому что, соответственно, отрасль обслуживающая, энергетика, транспорт, малый бизнес, общепит и так далее. Это все еще даст коэффициент, как минимум, умноженный на 10 по этим заводам. Площадь одного из комплексов около 325 гектаров. Среди передовых технологий, применяемых в свободном, замкнутая система водооборота. Возобновляемые источники энергии. Факелы бездымного типа. Все то, что позволит минимизировать отходы и снизить выбросы парниковых газов. На Зее для доставки грузов построили причал. Для этого углубили дно. Для отходов возвели отвечающим всем современным стандартам полигон твердых бытовых отходов. Подобные технологии будут применяться и на метанольном заводе, который планируют построить в Ненецком округе. С точки зрения экологии, с точки зрения практических знаний по работе с экологическими вопросами, хотел бы отметить, чем выше технологический уровень производства, тем ниже риск экологических аварий, тем выше качество экологической работы на предприятиях. Любое высокотехнологичное производство предусматривает достаточно большое количество, скажем так, страховочных элементов по недопущению каких-то критических ситуаций. Что касается непосредственно метанола, но любое химическое вещество, которое используется в нашей жизни при неправильном его использовании, может дать какие-то плачевные результаты. Вопрос об экологии в свободном тоже встал одним из первых. Местное население переживало за окружающую среду и свой привычный уклад жизни. Для решения этой проблемы заводы инициировали создание общественного совета, который стал площадкой для обсуждения актуальных тем, проводником между общественностью, органами власти и заводчанами. За пять лет существования было сделано немало полезных дел, но самое главное, он помог переломить ситуацию. Негатива стало намного меньше, а благодаря инвестициям город преображается на глазах. Это самый, наверное, эффективный способ налаживания взаимодействия между местным сообществом, администрацией и строительством заводов, либо заводов, которые эксплуатируются, уже в эксплуатации находятся. Потому что это одна из форм понять, что происходит на территории, какие изменения нас ожидаются, с какими проблемами мы сталкиваемся, как решить эти проблемы, какие способы решения могут видеть местные жители, либо может предложить территориально тот же завод или то предприятие, которое находится на этой территории, от которого зависят эти решения. Амурская АГКХ и ГПЗ вносят немалый вклад в развитие инфраструктуры города. Есть целая программа развития свободного, одобренная президентом России. В ней новые спортзалы, школы, детские сады, парки и другие необходимые соцобъекты. Работает программа поддержки малого и среднего бизнеса. Благотворительные проекты. Наверное, первое взаимодействие – это то, что мы помогаем правительству и администрации города реализовывать программу социально-экономического развития города свободное. Данная программа, написанная, была подготовлена еще до 2020 года. И мы активно включились в данную реализацию, помогая городу реализовывать проекты по капитальному строительству. То есть это объекты крупной масштабной социальной инфраструктуры, такие как школа, такие как Пёрский водозабор, дворец культуры железнодорожников и ряд объектов по благоустройству улиц города свободное. Опыт Свободненского общественного совета серьезно заинтересовал ненецких делегатов. На встрече с активом было много вопросов. Продолжилась беседа и за чаем. Подобный коллегиальный орган по проекту строительства газохимического комплекса в Ненецком округе появился и в Заполярном районе. Некоторые участники делегации уже готовы вступить в его состав. Мне было очень интересно узнать, есть ли опыт вообще строительства данного завода, ну да, данного завода все-таки правильно бы сказать, в условиях Крайнего Севера. Да, оказывается есть, тут как бы все нормально. Мне все же немножко непонятно по поводу ледокола, все время курсирующего, то есть я переживаю также за наших рыбаков, которые будут ездить на снегоходе. Им тяжело будет пересечь реку Печора, да, ниже поселка Красного. Также немножко непонятно, будут идти газопроводы, то есть какие-то будут моменты, они будут пускать под землей, да, где-то будут наверху. Ту информацию, которую мы хотели, мы получили. Выводы будем делать позже, я думаю, что и вся делегация со мной согласится, что даже вот сейчас на данном этапе у всех сложилось разное мнение. Вот, и будем как-то переходить, будем общаться, будем эту информацию преподносить уже дальше. Каждый желающий может войти в состав общественного совета. Необходимо на сайте Заполярного района написать сообщение на электронную почту о желании участвовать в работе этого коллегиального органа. Первое заседание совета пройдет уже в начале февраля. Придут на помощь, если это нужно. Волонтерский штаб акции «Мы вместе» в Ненецком округе продолжает свою работу. Сейчас эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшается, и помощь добровольцев становится все больше востребованной. Далее все подробности. Старательно выбирая продукты, Анна отрабатывает заявку от амбулаторных пациентов с диагнозом COVID-19. На сегодняшний день в Ненецком округе более 680 человек лечатся на дому, и все они нуждаются в доставке лекарств и продуктов. Именно эту миссию и выполняют волонтеры. Получается, есть группа в WhatsApp, если поступает звонок на горячую линию, то ребята оперативно скидывают информацию в группу, и если есть свободные волонтеры, то мы отрабатываем. Например, поступает заявка с детской поликлиники забрать льготные рецепты, получить их в аптеке в льготном отделе и отвезти по адресу. Я после работы еду, получаю эти рецепты, успеваю в аптеку и привожу по адресу. Сама Анна уже более 4 месяцев помогает людям, которые оказались в нелегкой жизненной ситуации. Лучшая награда для волонтеров – слова благодарности. Люди говорят спасибо. Была у меня первая заявка, что я отвозила женщине, которую положили в ковидное отделение. Все родственники были на изоляции. Она просто туда приехала экстренно на скорой, без вещей, без средств личной гигиены. Я поехала после работы, забрала пакет с вещами, привезла ей. Она была очень благодарна, счастлива, были теплые вещи. Этого достаточно. Таких, как Анна, в ресурсном центре добровольчества почти 70 человек. И все они готовы помогать людям. Сейчас волонтеры занимаются не только доставкой продуктов и медикаментов, но и помогают в бытовых делах. Вот, если спрашивать, какие самые сложные, самые проблемные, которые могут быть, это все-таки, наверное, выгул собак подобные. Потому что людям действительно нужно уже выделять прям время, потому что это утром, в обед и вечер нужно это все делать. Ну, находятся люди и делают это все, помогают. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы больше людей присоединялись к этой акции и помогали остальным. Если у вас есть желание стать частью команды, нужно зарегистрироваться на платформе добро.ру или позвонить по телефону, который вы видите на своих экранах. На этот же номер могут обратиться и те, кому нужна помощь добровольцев. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Оружейный контроль. С 14 по 18 февраля сотрудники Росгвардии посетят охотников в Великовисочном сельсовете. Инспекторы изучат условия охранения оружия, наличие необходимых документов и соблюдение требований закона. В ведомстве отмечают, что наиболее распространенные нарушения связаны с несвоевременной подачей заявления для продления разрешения на хранение и ношение оружия. Подать документ можно не позднее, чем за месяц до окончания пятилетнего срока действия. Реже граждане забывают в течение двух недель подать документы на переоформление разрешения при смене постоянного места жительства. Помимо этого, владелец ружья обязан написать заявление в Росгвардию при смене места жительства. К слову, при оформлении через портал госуслуги можно воспользоваться 30-процентной скидкой. Подробная информация и предварительная запись на прием доступны по телефону, который вы видите на своем экране. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...